всем привет это канал миллион абдулла сегодня я вам расскажу про три своих новых объектива рассказ будет не столько как обзор а просто так даже воспоминания какие-то некоторые вещи подскажу как лучше выбрать все три объектива сделаны в ссср итак первый объектив вот такой вот весит почти 3 килограмма 2 килограмма 800 граммов но скорее это даже не объектив это скорее насадка анаморфная вот это вот насадка использовалась в кинотеатрах на широкоформатных в этих проекторах то есть на проектор насаживалась такая насадка и кино получалось широкоформатным соответственно широкоформатный фильм снимался тоже с применением аноморфной насадки это еще в позапрошлом веке конце один ученый придумал как сделать так чтобы линза вот такую оптическую схему в там линза не круглая вот как столбик и столбик один и столбик поперек другой и получалось очень интересный эффект конечно линза очень светлая и я посмотрел в интернете когда я увидел просто пришел с кубку смотрю линза такая думаю нихрена себе блин нап написано на 235 на 23 я думаю вот эта штука стал смотреть оказалось что это анаморфная насадка то есть когда я смотрел фильмы в ссср широкоформатная я никак не мог понять как ему удается настолько интересно снять картинку которая в широкий формат влезает и все там как тут пропорции совсем совсем не такие как в жизни то есть таких пропорций в жизни не бывает оказывает при помощи таких штук соответственно если я приспособлю свой фотоаппарат к этой вот насадки то я тоже смогу снять очень интересные кадры я естественно обещать ничего не буду досталась эта насадка совсем недорого за полторы тысячи и мимо таких интересных вещей я конечно не прохожу я всегда смотрю объективы какие-то очень странные и потом стараюсь в интернете посмотреть что это такое с чем-то едят для чего это нужно когда я посмотрел на эту штуку я очень сильно удивился такая огромная тяжелая узнал цену потом пошел в интернет посмотрел вот это думаю да потому что хороший объектив вот такой вот она мощный он стоит вот действительно такой реально крутой он стоит 300 тысяч долларов там ну очень дорогие эти штуки и естественно там все настройки сделала здесь придется таскать способом кулибина все прилаживать примастыривать потому что фокус нужно будет настраивать сразу два раза один раз этой потом тут в общем это достаточно трудно и трудоемко гораздо труднее чем мануальные объективы но зато эффект будет такой что как говорится стоит того вот так вот такая штуковина у меня теперь есть второй объектив крышка такая вот огромная вот этот вот насадка использовалась в кинотеатрах там экран был там метров двадцать наверно на метров 7 огромный просто и все было хорошо видно достаточно ну конечно там не то что звенящая резкость как сейчас но тем не менее когда ты смотрел вот широкоформатный фильм в ссср захватывал полностью выходил надо просто не понимал куда ты вышел где-то оказался потому что только что ты был где-то там в прериях с индейцами скакал еще чуть такое происходило вот вот такая вот иллюзия полное погружение позволяет это штука делать так 2 объектив тоже очень интересный я его взял тоже недорого вот тут четыре насадки на него идут вот он сам сейчас его покажу издалека пока что немножко расскажу это объектив мне настолько вот я даже не знал что такие вообще бывают то есть вернее я знал что есть две модели но когда вот эту увидел модель она во-первых легкая относительно конечно же с железной крышкой так завинчивается железная крышка кожном футляре с паспортом стоит объектив 200 рублей в ссср это огромные деньги кстати говоря и здесь минин сковой минин ского линза это как у телескопа стекло и этот вот объектив не взирая на в общем-то не очень длинный длинный размер имеет фокус на расстояние 500 миллиметров это если его на луну направить и цифровое увеличение включить вот на моем автопорате 600 dk то луна в целиком не поместится будет только маленький кусочек луны виден так что штука очень сильно фитуме там нормально вот сделан объектив восемьдесят пятом году называется м с 3 м 5 с а то есть сплошные какие-то загадочные шифры вот на нем стоит знак качества что такое знак качества это такое пятиугольник там вверху написано ссср и такие вот стрелочки короче как как звезда получается в ссср ставили знак качества не просто так то есть если стоит знак качества то продукция действительно качественно и если например у вас есть выбор там пять шесть объективов одинаковых вы смотрите выбираете то увидев знак качества сразу же откладывайте этот объектив как потенциальный потенциальную таскать покупку потому что знак качества это скорее всего его очень хорошо проверяли делали тоже таскать хорошие специалисты из хороших материалов естественно где знака качества нет там процент брака будет гораздо выше чем там где есть знак качества где знак качества там процент брака будет ну и не знаю может быть даже его и не будет потому что были годы когда знак качества ставили редко и соответственно только на самое лучшее вот так кто-то скажет что советские объективы это туфта или наоборот начнет их слишком хвалить ни те ни другие правы не будут объективы с ссср сделаны в металле из стекла крепкие доброты они могут достаточно много в умелых руках но и конечно же переоценивать их характеристики тоже не стоит вся их конечно же прелесть том что во первых ностальгия у таких людей как я в возрасте это естественно и ну там воспоминания всякие связанные ведешь там магазина там объектив стоит и хрен знает сколько стоит и тебе его не купить этот друг раз хоп ты его купил и конечно чем еще хороши советские объективы они сейчас стоит просто ну по сравнению с иностранными хорошими объективами копейки и вот за копейки можно купить 500 миллилитровый объектив попробовать узнать надо вам этот 500 миллиметров или все-таки не стоит заморачиваться на такой размер вам хватит 400 миллиметров или даже 300 вы уже решаете за маленькую цену одно дело когда вам кто-то что-то наговорит она показывать другого не когда вы сами все перепробуйте естественно получите такой ответ например этот объектив нужно редко и поэтому вот я купил за 4000 объективе мне его хватит и дорогой объектив от этого фокусного расстояния покупать вообще не собираюсь вот так например да моем случае но если у меня денег будет дофига чем я не то что сомневаюсь но будут так буду я к этому спокойно сейчас стал относиться вот тогда конечно я куплю всякие дорогие объективы а ведь и все равно у меня останутся их не продам пусть будут и вот еще один объектив когда я приехал в магазин там было по моему три объектива один из них был просветленный это юпитер 37 а самый знаменитый объектив с которого все рекомендуют начинать и вот когда я посмотрел все эти три объектива только на одном была символика знак качества и одновременно олимпийская символика это означает что это козырной туз потому что если на объективе просто стоит на качество он хороший очень хороший но если на нем есть олимпийская символика и знак качества то это значит что он не просто обычный объектив а его делали так сказать в определенной серии и эта серия была маленькой и что характерно если например есть символика олимпийская знак качества нету то соответственно они будут хуже соответственно этот объектив очень высокого качества и когда я попробовал его сразу же бросилось в глаза то что он очень резкий по первых даже меня это как-то удивило хотя знают что значит эти два символа я понимаю что объектив просто фигом ну в принципе вряд ли может быть а там еще был объектив тоже вот юпитер был с просветлением ms но они делались после 83 года ну что мне это просветление ну просветление ну да может там он будет чуть-чуть светлее еще что-то будет я не знаю нет не важно а вот олимпийская символика для меня важно потому что 80 год это моя молодость мне было лет 15 конечно же это мне большие воспоминания с этим связано я конечно с радостью купил тут и на баночке тоже есть олимпийская символика и прямо на баночке вот она это на упаковке тоже знак качества стоит то есть это вот его родная коробочка этот родной объектив из первых таскать рук то есть он видимо в пользовании практически не был состоянием очень хорошая даже вот там например этот символика она же не граирована она нанесена краской если бы кто-то там им пользовался активная немножко бы она конечно была попорчена ну так как здесь все целое значит объективчик то можно сказать практически в идеальном состоянии немножко там что-то где-то чего-то это естественно за такой период времени не пыли в нем нету ничего очень сказка я его купил тоже не очень дорого это объектив не из дорогих если подороже советские объективы я решил покупать объективы советские именно для того чтобы познакомиться с возможными оптики например если мне нужна будет оптика да дорогая я уже буду знать на какую мне стоит обращать внимание на какую вообще это рассмотреть не буду потому что для моих целей она не нужна совсем намерение еще есть покупать эти объективы естественно советские но количество их я себе ограничил потому что все подряд я покупать конечно не хочу мне склад тут дом тоже не нужен особо там почти два одинаковых объективы я брать не буду но теперь жестче станут требования то есть если я хочу купить объектив знак качества на нем это штука обязательно без знака качества я покупать советские объективы не хочу пусть даже не там будут копейки стоить ну знак качества для меня это все-таки знак качество до сих пор для меня действительно вот вот его крутишь он прям выкручивается настолько плавно примут настолько легко что просто приятно так крышки все подобраны все примут отлично и этот блендов не у него резьба просто так тоже хорошо заходит я-то объектив просто балдею от советских естественно я конечно уже стал немножко в руки братья японские немецкие объективы но как-то посмотришь на цену этого японца какого-нибудь там немножко становится тоскливо потому что ты платишь большую сумму а что это за объектив как он себя ведет ты не знаешь даже узнавать как то все это ну хрен знает я думаю что начинать надо все-таки с недорогих уж потом на дорогое перепрыгивать не наоборот купишь дорогой объектив а он тебе не нужен валяться будет и пылиться надеюсь что вот эти объективы я буду делать серьезные обзоры только тогда когда я их освою как следует сейчас конечно обзор делать преждевременно я могу там чем-то наспех на нас снимать там вот я уже пробовал но получилось то честно говоря не очень хорошо зачем же такое на выставлю там конечно же вот от этих объективов что-нибудь такое ну кроме конечно насадки на 35 на еще не смог толком понять то как ее еще приспособить вот так давайте свои отзывы ругайте критикуйте надеюсь будет получаться у меня все лучше и лучше вот и я сейчас полностью погрузился в процесс изучения процесса съемки погрузился процесс изучения процесса ладно заговорился уже всем пока пока тюнин лайки не забудьте поставить хотя не знаю есть от них этих ток лайков то блин лучше кроме там в эти социальные сети ролики мои ставьте может они посмотрят но только ставьте те которые вам понравились на самом деле все подряд не надо ставить никакой плохой ролик ставить с карту елки что это фигня вот хороший ролик вставляйте и пусть тоже будет посмотреть вот рассказал про объективы как их выбирать выбирайте со знаком качества обязательно а если с олимпийской символики знак качества и хорошее состояние берите сразу не задумываясь потому что это раритеты в очень редкий их цена и стоимость и ценность будет только расти это наша история поэтому как говорится видите берегите это как капитала вложения уже не прогадайте именно в объективы так ведь и всегда нужен так надо щелкнуть хлопушки пока